Предисловие. История 35-й школы началась в 2020-м. Когда Александр Лукашенко посещал швейную фабрику «Славянка», одна из сотрудниц обратилась к главе государства с просьбой. У меня такая вот задача, даже просьба к вам. Я построила квартиру на 7 микрорайоне, ращу ребенка одна. У меня ребенок ходит в школу, на транспорте ездит, добирается, 4 остановки. Сегодня в школе? Да, сегодня в школе. Я на работу приезжаю очень рано, полседьмого я уже на рабочем месте. Но у нас там нету школы. Я бы хотела, чтобы… Понятно, раз 4 остановки сын ездит, то надо там построить школу. Я просто… У нас нету там на 7 микрорайоне вообще никакой школы. А она нужна, эта школа, для Бобруйска? Она нужна. Для Бобруйска? Да. Но если надо, и в перспективе запланировано строительство школы в вашем молодежном микрорайоне, ну что ж, доложит, будем думать, что делать с вашей школой. Спасибо большое. Александр Лукашенко ситуацию взял под личный контроль. Спустя несколько месяцев по распоряжению президента новую 35-ю школу включают в государственную инвестиционную программу. Добавляется к ней и современный детский сад. 1 августа жители 7-го микрорайона вместе с мэром закладывают капсулу с посланием. 2021. На календаре 1 сентября. Родители, ученики, педагоги волнуются все. Еще бы, первая линейка в самой новой школе Бобруйска. Сегодня какой праздник? 1 сентября. В школу хочешь идти? Да. А чем ты будешь заниматься? Учиться. Хорошо будешь учиться? Да. Училась читать, писать, считать? Училась, но еще не умею пока. Как думаешь, здесь научат? Да. Проснулись очень рано. Первые детей на 2 часа. Давай все гладить, собирать. Чаи, пироженки. Завтракали, нарядились. И с хорошим-хорошим настроением пришли сюда. Школа новая, нарядная, красивая. До начала линейки считанные минуты. В небе самый известный белорусский вертолет. Борт номер 1 совершает посадку. Многие достают телефоны и начинают снимать исторические кадры. Александр Лукашенко лично прилетел, чтобы разделить праздник с бобручанами. И, конечно, открыть новую, без сомнения, долгожданную школу. Свои места занимают и главные действующие лица. Первоклассники под бурные аплодисменты. Вступительная речь президента – традиция. Александр Лукашенко отмечает, жители молодежного микрорайона, местные органы власти – все хотели открыть новую школу именно 1 сентября. Все получилось. Меньше года понадобилось, чтобы возвести храм знаний – современные. Такой рациональный подход строить там, где жизненно необходимо, будут применять по всей стране. Мы вот на подходе к вашей школе говорили о том, надо ли нам еще в стране строить школу. Нам не нужны практически школы. Мы уже построили столько, сколько надо. Главное сейчас их запомнить. Если там останутся где-то единицы, где еще две смены занимаются детишки, там мы обязательно, в этой пятилетке точно решим эту проблему. Но вся беда в том, и на 5 совете недавно я об этом говорил, особенно в Минске. В центре Минска мы все время построили много школ. И так население уже стареющее. Там уже нет маленьких детишек. Молодые люди расселяются в Минске в микрорайонах, так как в Бобруське. И мы там начинаем опять создавать эти школы, строить школы – это не дешево. А в центре Минска в то же время школы могут быть незаполнили. Поэтому нам очень аккуратно и осторожно подходить к строительству школ. Я поручил правительству и министру, чтобы мы эти деньги потратили не на строительство новую школу, а заполнить надо все, что у нас есть, места, не считай, у нас хорошие. В конце концов, это и на население 10 километров или 5 километров пешком в школу надо ходить, хотя уже никто не ходит. Поэтому эти школы надо заполнить, а сэкономленные средства и в образовании, и в здравоохранении направить на повышение заработной платы учителей и поднятие уровня базы существующих школ. Обращаясь к педагогам, родителям и ученикам, Александр Лукашенко призвал – пройти школьные годы достойно. Здесь закладывается фундамент будущего, не только отдельного человека, но и всей страны. У храма знаний, как и у любого дома, есть свой ключ – золотой. Президенту его передает директор Бобруйского КПД. В ближайшее год понадобилось его коллективу для того, чтобы выполнить поручение президента и построить этот храм. Еще раз говорю, берегите. Это стоит недостаточно. Ну и главному правительству я хочу передать этот ключ. Ключ вручается директор школы Топьяния в Франции Нервности Вестерии. Настало время самой звонкой традиции. Звучит первый школьный звонок. Новый учебный год начинается. Школа открывает свои двери. В самые жаркие дни здесь трудились до 500 специалистов. Было задействовано более 50 единиц техники. Уложились в 9 месяцев. Территория площадью в 4 гектара, столько же этажей. Новая школа – это ультрасовременный образовательный комплекс. Рассчитан он на 44 класса. Одновременно готов принять больше тысячи учеников. 1096. Столько учеников переступают порог 35-й. Кабинеты, лаборатории, столовые. Что традиционно должно быть в школе. Витамины бар, бассейн, тир, лыжная база. Это новинки. Создана безбарьерная среда для особенных детей. К вашим услугам – лифт и пандус. Храм знаний наш очень современный. Наполнен электроникой, мультимедийными системами. Все по последнему слову техники. Кроме этого оборудованы современные кабинеты биологии, химии, физики. Прекрасная спортивная база. Как в самом учреждении, так и на площадках, которые находятся возле школы. Это и стадион, это и плавательный бассейн, который скоро откроется. Тренажерный зал, гимнастический зал, зал для занятий ритмикой и танцем. Школьная библиотека заслуживает отдельного внимания. Современные компьютеры, выход в интернет. 35-я – первая во всем городе, которая официально сотрудничает с Национальной библиотекой Беларуси. За 150 километров от столичного проспекта независимости можно посещать читальный зал. Виртуально. Первый звонок в этом году прозвучал для 118 тысяч первоклассников. Всего же за парты сели около 1,085,000 учеников. Сразу семь новых школ распахнули свои двери. Кроме Бобруйска, учреждения образования открылись в Гомеле, Барановичах, Столбцах, в Агрогородке-Колодище и в двух микрорайонах столицы. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.